Ну и водоподающий канал, канал Зеньковский. Но сейчас он в таком плачевном состоянии. Пока воды нет. Когда Абдул-Кадыр был ребёнком, здесь ловили осётров размером едва ли не с таких вот телят. Помнит, что отец с трудом приносил домой тяжёлый улов. Сейчас, глядя на окрестный пейзаж, в эти рассказы сложно поверить. Что делать и как быть? Вот так погибает крупная рыба и её молочь. Начался нерестовый период, а воды нет. Нет. Ситуация повторяется из года в год, пока высыхают уникальные Аракумские и Нижнетерские озёра. Яркий пример того, о чём говорят местные жители. Мы сейчас буквально идём по дну некогда реки. Сейчас водной живности здесь по понятным причинам уже нет. Но зато тропу облюбовали лисы, шакалы и другая фауна. С момента, когда вода ушла в другое русло из-за наводнения, минуло почти 15 лет. Но решать проблему, несмотря на финансирование, не спешат. Технически за один сезон сделать это можно. Технически провести работу за сезон – это реально. И решить проблему с засыпкой правой протоки. Это гудийская протока Терека. Отсюда вода должна питать Аракумские и Нижнетерские озёра. В лучшие времена они давали 2000 тонн рыбы в год. Сейчас в 100 раз меньше. После репортажа нашего телеканала сюда приезжала делегация Общественной палаты России. И дело, признают экологи, сдвинулось с мёртвой точки. Ну то есть я правильно понимаю, что вода вновь пойдёт и проблема, которая уже 15-20 лет, наконец будет решена в этом году? Всё уже. Там просто открыть остался данный. И русло расширили, и берег укрепили. Однако к оговорённому сроку, начала мая, воды по-прежнему нет. Нерест уже в разгаре, но рыба гибнет. Уникальная экосистема, которую называют колыбелью для фауны Дагестана, уничтожается. А вместе с ней утекают и миллионы рублей. Пришла рыба с моря, отнерестилась, ушла обратно в море. С этой икры получился малёк. Малёк уходит в море, там растёт до полуозрелого возраста. Приходит опять сюда, опять нерестится. И вот этот цикл продолжается. Именно поэтому не только рыба, но и пеликаны, выпь, цапли и даже утки покидают эти места. Кто и что должен делать, чтобы терек вновь запитал уникальные водоёмы, здесь прекрасно знают. Не хватает лишь воли чиновников. А между тем, окрестные луга облюбовали животноводы, использующие их в качестве пастбищ. Неустановленными лицами совершён вышелый поджог воспроизводственного участка от Чикольского охот общества общей площадью 4000 гектаров. Прокуратуре города Кизляра по данному факту собран материал, который направлен следственные органы для принятия решения. Как фермеры вообще получили участки в природоохранной зоне, и кто продолжает их осушать, сжигая тысячи гектаров леса, где гнездятся краснокнижные птицы, предстоит разбираться правоохранительным органам. Возможно, только после этого вместо бюрократического цикла здесь, наконец, заработает цикл экологический.